Фотографии из начального слайд-шоу с нынешними выпускниками разных школ вызывали радостные возгласы то тут, то там в зрительном зале ДК «При Камья». Сюда пригласили самых умных, активных, успешных и толковых мальчишек и девчонок, у которых закончились школьные годы чудесные, а также их родители, конечно. Я от всей души поздравляю вас, дорогие выпускники, с успешным окончанием школы. Поздравляю также педагогов, родителей. Действительно, успех ваших воспитанников, детей. Это ваша победа. Желаю вам всем крепкого здоровья, добра и хорошего летнего настроения. Сегодня мы чествуем лучших выпускников 2019 года. Депутаты Соликамской городской думы поздравляют всех ребят, кто закончил этот учебный год с такими высокими результатами. Мы гордимся вами. В школах Соликамского городского округа в этом году 36 медалистов. Больше всего их выпускается нынче из гимназии номер один и школы 12. По 6 медалистов. Но и помимо медалей у десятков выпускников немаленький список заслуг краевого и общероссийского масштаба. Один из них Максим Сивков. В титрах места не хватит, чтобы написать призером чего он является. Парень признается, что в учении все-таки тяжело. Ну, конечно, бывает сложно в какие-то моменты. Но если ты любишь дело, которым ты занимаешься, ты можешь преодолеть все преграды и прийти к успеху. Куда ты будешь поступать после школы? Ну, я уже определился с направлением и с факультетом, и даже с местом. Но пока я предпочитаю не говорить, чтобы не сглазить, возможно. Рекорд по количеству выпускников, имеющих стабильный результат по ЕГЭ, в этом году установила школа номер один. Две ученицы школы получили высший балл по русскому языку, а Мещурова Светлана вообще имеет высший балл по трем предметам. Секрет такого успеха, оказывается, прост. Просто учить с 10 класса всю программу, не пропускать ничего, чтобы знания друг на друга наслаивались и все. А времени-то хватает тебе и на учебу, и на всякую общественную деятельность? Да, конечно, хватает. Также спортом занимаюсь, так, любительски и вышивать люблю. В том, что именно этих замечательных ребят приглашают на сцену, есть, кроме их усердия, также вклад педагогов и учителей, забота родителей. Вот об этом поподробней. Ну, от родителей, я думаю, зависит поддерживать ребенка во всех его начинаниях. В момент больших нагрузок, я думаю, что не надо напрягать ребенка большой тяжелой работой домашней. Ну, и побольше кормить витаминами. Программа праздника не подразумевала ответное слово от выпускников, а ведь им наверняка хотелось много кому спасибо сказать. Наша телекомпания предоставила эту возможность одной из выпускниц. Огромное спасибо моим родителям. Без них бы ничего этого не было. Также огромное спасибо моим учителям за то, что они нас подготовили. А одноклассникам? За веселые будни. Спасибо им тоже. Компанию замечательным выпускникам и их родителям на сцене составляли руководители образовательных учреждений. Им также ведущие праздника слова не дали, а мы дали. Уважаемые выпускники, желаю вам успехов, удачи в дальнейшем обучении и оставайтесь хорошими людьми. Родителям желаю в дальнейшем терпения. Поддерживайте своих детей. Ну, а педагогам, которые выпустили своих обучающихся, не скучать. Мы присоединяемся к этим словам и надеемся, что многие из сегодняшних выпускников вернутся после учебы во вузах в родной город и будут славно трудиться на его благо и процветание. Антон Старостин, Максим Перелыгин, телекомпания Соль-ТВ.